Девушки отдыхают И может разогнаться до 100 км в час меньше, чем за 3 секунды Гоночные электромобили. Как это сделано? Как это сделано? В последние годы производители автомобилей тратят миллиарды долларов на исследование и создание электромобилей К ним также появился интерес в мире автогонок Рид Фейлор, химик Электромобили и автогонки. Ни то, ни другое, ни ново В 1900-х годах машин с электродвигателем было даже больше, чем с бензиновым Эми Широ Тайтелл, историк В первых автогонках в Америке участвовали два электрических автомобиля и четыре на бензине Оба электромобиля не дошли до финиша За столетия многое изменилось Это гоночная машина Формулы Е Ее вес чуть более 800 кг Максимальная скорость 225 км в час Похожа на машину Формулы 1 Но устроена иначе Сходство чисто внешнее Здесь можно увидеть нечто Революционное Уникальная задача для инженера Винита Паттелла из команды Махиндра Различие между Формулой Е и Формулой 1 и любым другим классом одноместных машин в том, что у тех есть бензиновый или дизельный двигатель и трансмиссия с коробкой передач Но если нет бензинового двигателя, то должен быть какой-нибудь другой У нас аккумулятор, он электрохимический Он не совсем такой, как те, что обычно используют Принцип действия тот же, но он специализированный Его можно применять только в электромобилях Аккумуляторы для электромобилей Формулы Е собирают здесь, в Уильямс Эдвансид Инжиниринг в Оксфордшире Эта компания – родоначальник автогонок В отличие от Формулы 1, все производители Формулы Е работают вместе, чтобы у команд были полностью одинаковые машины Каждая из фирм работает над одним компонентом Инженер Пол Макнамара конструирует аккумуляторы Это аккумулятор Формулы Е – сердце гоночного электромобиля Он – элемент конструкции Передняя часть машины здесь Задняя – здесь Аккумулятор – это составляющая корпуса машины Для того, чтобы разогнаться до 225 км в час, нужен гигантский аккумулятор Доктор Джонатан Брукс Бартлетт Первая машина, разогнавшаяся до 100 км в час, была электрической Это было в 1899 году До этого считалось, что если превысить эту магическую цифру, то можно ослепнуть, или у вас разорвутся внутренние органы Он весит 320 кг Максимальная мощность – 200 кВт Полезная энергия – 33 кВт часа Цифры производят впечатление Но при этом в аккумуляторе использованы технологии, удивительно похожие на то, что есть в мобильном телефоне Батарея состоит из литий-ионных аккумуляторов Технологии – те же, что и в бытовой электронике Компьютерах, мобильных телефонах Емкость и размеры больше, но, как видите, технологии – те же самые Доктор Сью Скунду – химик Аккумулятор похож на тот, что стоит у вас в смартфоне, но его мощность в 400 раз больше Сара Луиза Болл – физика Одной такой батареи хватит на то, чтобы снабжать ваш дом энергией в течение трех суток Батарея состоит из нескольких аккумуляторных элементов Они должны делать все во взаимодействии Их работу контролируют компьютеры, даже тогда, когда машина участвует в гонке Все элементы – члены одной команды Если один подвел, то вся команда ослабнет У нас есть возможность измерять температуру и мощность каждого из элементов Наша задача в том, чтобы все они работали в точном соответствии с заданными параметрами Помимо аккумулятора машине нужен необычный мотор Двигатель в машине Формулы Е электрический, сделан на основе тех, что есть в обычных электроприборах По конструкции похож на мотор стиральной машины, но он должен развивать мощность, необходимую гоночной машине А это еще одна легенда автогона Добро пожаловать в Макларен в Вокинге, недалеко от Лондона Моторы всех машин Формулы Е произошли от гибридного суперкара Макларен Пи-1 Ток от батареи подается вот на такой контроллер И от него на электромотор Это обмотки По ним идет ток Внутри них сердечники из стали Ток в обмотках создает вращающееся магнитное поле Оно воздействует на мощные магниты внутри ротора Ротор крутится и приводит автомобиль в движение Мотор очень эффективный за счет того, что внутри ротора мощные магниты Многое из того, что есть в современных автомобилях, изначально создавалось для автогонок Дисковые тормоза Их сделала в 50-х годах фирма Ягуар Барабанные для ее машин не подходили Спойлер иначе называется антикрыло Он прижимает машину к земле Улучшает сцепление с поверхностью Впервые спойлер появился на гоночных машинах в 60-х Они были настолько скоростными, что пытались взлететь Первое в мире зеркало заднего вида установил в своей машине в 1911 году Гонщик Инди 500 Рей Харун Чтобы видеть других водителей, когда те пытались обогнать его Он победил, кстати Огромный аккумулятор и ультрасовременный мотор дают эффективную мощность до 270 лошадиных сил Но все это должно работать в день соревнований Гонки Формулы Е проводят во многих городах мира Сейчас они в одной из самых известных мировых столиц На трассе множество машин, им всем нужна энергия Их зарядкой командует Пол Дэй из компании Аквафьюэл На зарядку всех аккумуляторов у нас есть всего час Если мы не успеваем, то могут возникнуть проблемы Эти гонки проходят всего один день Все подготовлено, и мы просто обязаны сделать все вовремя Ничего, справимся Для Формулы Е нужна своя передвижная электростанция Ее создала фирма Пола Она работает на глицерине, побочном продукте биодизельного топлива От этого генератора можно зарядить все 20 машин в течение часа Его мощность – миллион ватт От него идут кабели в гаражи Моторы настолько мощные, что аккумуляторов хватает всего на полчаса А каждый из заездов длится вдвое дольше Заправка займет не несколько секунд На то, чтобы перезарядить аккумулятор, уйдет час Не идеально, когда хочешь победить в гонке Пит-стоп здесь не такой, как у всех Решение проблемы – вторая машина Водители, такие как Бруно Сенна, должны хорошо бегать Пересаживаться из одной машины в другую интереснее всего Меняешь не колеса, а всю машину целиком Заезжаешь в гараж Выпрыгиваешь из машины как можно быстрее Садишься в другую От этого на коленях и везде синяки Приходится тренировать навык Но когда освоил, то становится интересно Вождение электромобиля отличается от езды на машине с бензиновым двигателем С того момента, как нажал на педаль акселератора До того, как отпустил Ускорение всегда одинаковое С бензиновым двигателем обычно так Нажимаешь на педаль Вначале небольшая задержка Потом быстрее, быстрее, быстрее А здесь все равномерно Если никогда не водили электромобиль, то попробуйте Это производит впечатление Сверхсовременные технологии В сочетании с классической конструкцией Получилось электрическое чудо Формула Е – это гонки будущего Субтитры создавал DimaTorzok